В конце весны компания Тонар традиционно пригласила заказчиков на свой завод, где познакомила их с новинками техники. В этот раз я расскажу о новинках автомобильной техники, а именно о новейшем шарнирно-сочлененном самосвале, о совместном проекте с китайской компанией FAV и о разворачивании новых производственных мощностей. Начну с последних. Тонар закончил возведение под крышу даже не нового цеха, а целого нового корпуса, потому что он настолько большой, что его построили за периметром основной территории. И построили очень быстро, заложили в начале года, а сегодня в цехах уже монтируют и отлаживают производственное оборудование. Ввод в эксплуатацию первой очереди нового объекта – второй квартал текущего года, а полный ввод в строй – четвертый квартал. То есть темпы строительства очень высокие, потому что выпускаемый Тонаром прицепной и автомобильной технике как воздух нужны локализованные комплектующие. В назначении цеха очень широкое – механообработка. Если более конкретно, то в нем организуют в том числе производство дисковых тормозных механизмов. До прошлого года Тонар закупал их у компании Vapka и, что называется, горе не знал. Теперь этим комплектующим нужно искать замену. И Тонар, чтобы в таком жизненно важном вопросе никогда ни от кого более не зависеть, принял решение организовать их производство самостоятельно. А дисковых тормозов Тонару нужно много. В этом году он вышел на рекорд – изготавливать 36 прицепов и полуприцепов в день. Примерно у 80% из них дисковые тормоза, и у каждого по 3 или по 4 оси, то есть по 6 или по 8 тормозных механизмов. Подсчитайте-ка, сколько их требуется заводу в день и сколько в год. А ведь есть еще и активно развивающаяся автомобильная программа. Вот под эту программу в новый механообрабатывающий корпус и планирует перевести производство ведущих мостов и раздаточных коробок для выпускаемых заводом внедорожных тягачей и шарниров сочлененных самосвалов. Такие мосты и раздатки Тонар уже производит, что-то делая сам, что-то, как, например, литье и шестерни, закупая на стороне. Задача же стоит, во-первых, в создании у себя полного производственного цикла этих агрегатов, а во-вторых, в существенном наращивании объемов их выпуска. Ведь одних только шарниров сочлененных самосвалов Тонар собирается производить более двух сотен в год. Эту задачу и решит введение в строй новых производственных мощностей. Вот мы таким образом и подошли к главной автомобильной новинке 23-го года шарниров сочлененному самосвалу Тонар Т-45, он же Тонар 7508. Прежде я уже рассказывал, что в середине 21-го года завод совершил разработку и приступил к испытаниям Тонар Т-35, своего первого шарниров сочлененного самосвала, рассчитанного на перевозку в 35 тонн по любому бездорожью. И эта машина уже была бы серийной, не окажись страна под жесточайшими санкциями. Из-за них пришлось заменить американские дизель-каменс и автоматическую гидромеханическую коробку передач на их китайские аналоги. 13-литровый Ю-Чай, кстати, более мощный, 520 сел против 450, с которым агрегатировано тоже автоматическое ГМП, но уже не Эллисон, а ФастГир. То есть, по сути, потребовалось переконструировать всю силовую линию, а ведь это налаживание кооперации с новыми партнерами, проведение новых конструкторских работ и новых испытаний. Но Тонар со всем этим справился и уже готовится к выпуску первой партии шарниров сочлененных самосвалов, в которых используются комплектующие или собственного производства, или поставленные из так называемых дружественных стран. Более того, завод пошел дальше, разработав модель Т-45 с увеличенной до 45 тонн грузоподъемностью. В плане конструкции у новой машины отличий немного. Во-первых, для нее использовали аналогичные мосты собственного производства с тем же передаточным отношением, но с более широкой колеей и с шинами большей размерности, а значит с большей допустимой нагрузкой на них. Во-вторых, с 16 до 21 куба увеличена геометрическая вместимость самосвального кузова. В результате Тонар Т-45 с шапкой везет уже не 20, а 26 кубов. Его снаряженная масса в сравнении с Т-35 за счет всего перечисленного выросла на тонну до 33 тонн, но в остальном эти две машины аналогичны. У них одинаковые передние и задние полурамы, узел сочленения, силовой агрегат, кабина, капот, гидравлика, рулевое управление и подвеска. Спереди она полунезависимая, с резиновым металлическим шарниром и упругими элементами, а сзади зависимая, балансированная, с резиновыми упругими элементами и реактивными штангами. Еще один автомобильный проект Тонара – сотрудничество с известной китайской компанией ФАВ в поставках на российский рынок и ее магистральных седельных тягачей. Теперь Тонар будет предлагать не только сами по себе полуприцепы, а сразу автопоезда, что выгоднее для заказчика и при покупке, и при последующей эксплуатации. Пусть это не самая последняя модель такого тягача, а ее предшественник, но с рестайлинговой, не менее современной комфортабельной кабиной и с не менее современным агрегатным наполнением. Более того, став российским дистрибьютором крупнейшего китайского производителя грузовиков, Тонар, опираясь на свой богатейший опыт, в сервис взялся за совершенствование конструкции и комплектации поставляемых тягачей применительно к российским условиям эксплуатации. Например, по его предложению собственный дизель ФАВ был заменен на более привычный нам 460-сильный ВИЧАЙ, а вместо штатного ведущего моста был поставлен более скоростной и экономичный с измененным до 2,8 передаточным отношением. Только в интерьер и комплектацию кабины с подачей специалистов Тонара китайская сторона внесла полсотни изменений и улучшений. Если поставки магистральных тягачей ФАВ Тонар только начинает, то поставки 28-ми законтрактованных алмазодобывающей компании Алроса гигантских треузвенных самосвальных автопоездов, напротив, завершает. Когда 19 мая я побывал на заводе, в сборочном цехе в разной степени готовности как раз находились их последние экземпляры. Они отправятся заказчику, как только откроется навигация. И, конечно же, Тонар представил несколько новых и усовершенствованных моделей прицепной техники. Но это, как говорится, уже тема для отдельного разговора. Субтитры подогнал «Симон»!